ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно и на бордюрчик небольшой заехать, и в магазин за хлебом съездить. Никто не угонит. Если где его оставлять, можно зажать кнопку, он заблокируется, чтобы никто не смог его вытащить. Как говорят опытные сегвеисты, ухаживать за электродругом, расплюнуть только пыль, стирать и следить, чтобы не разрядился посреди дороги. Тогда это настоящая беда, ведь электростанции для зарядки в Красноярске пока нет. А вот почувствовать себя особенным и обогнать всех пеших туристов в заповеднике Столбы можно на экскурсионном гибриде. Такой автомобильчик работает сразу на двух видах топлива – бензин и электричество. Катиться можно со скоростью до 40 км в час, используя любой вид двигателя. На дорогах Красноярска такую технику встретишь редко. В основном на нем гоняют в зеленых зонах. Столбы считаются легкими нашего города, поэтому и ездить здесь хочется исключительно на экотранспорте в любое время года. Немой, наверное, будет некомфортно, мы думаем, сложно. Мы даже вот здесь в холодный день как-то ехали, и то уже даже замерзли. А так сказали, что если дорога будет обслуживаться, чиститься, то она, в принципе, и демой может подыматься. Кстати, в некоторых странах на таких машинах передвигаются и на полях для гольфа, и по улицам. Так, например, почти все жители острова Санта-Каталина в Калифорнии ездят на таких карах на работу. Строить электрозаправки начали и в Москве. А прокатившись на таком транспорте, мы поняли, это удобно, экологично и чего уж там очень прикольно.